Если добро и зло Зло можно описать как просто отсутствие Творца в душе человека. Это результат отсутствия в сердце человека любви Творца. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла. Или вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Творец не создавал зла в привычном понимании этого слова для людей. Но все, что он сотворил в космосе, в том числе на Земле, любое его проявление, даже самое жестокое, абсолютно все имеет высшее значение. И во всем есть глубинный высший замысел. Кто научится расшифровывать этот замысел, тот обретет вечную гармонию в душе и с окружающим миром. Зла не существует. Негативную расшифровку этого понятия по незнанию законов мироздания вложили люди. Пришло время для того, чтобы узнать каждому человеку на Земле, для чего происходят неисправедливости земного мира. Зачем нужны негодяи в нашем мире? Этот секрет вы для себя раскройте чуть ниже. А вот на такой вопрос, как «За что?» все напасти, можно разом ответить за все ситуации, исходя из знаний высших законов. Во всем есть глубинный высший замысел. Но в каждом случае с отдельным человеком ответ будет индивидуальный. Наберитесь немного терпения. В процессе прочтения книги будут даны четкие ответы на все мучающие вопросы, в том числе, возможно, будет ответ лично вам. Зачем вы пришли на Землю? Есть несколько наиболее важных вопросов, на которые следует ответить каждому человеку, живущему на Земле. Познать себя, познать, зачем вы пришли сюда и что вам нужно сделать в этой жизни. Понять все это – ваша задача. Если вы найдете ответы на эти вопросы, вы выполните большую часть долга перед самим собой, вернее своей душой. После этого вашей задачей будет жить в соответствии с законами мироздания, совершенствуя себя как Вечность, и совершенствовать нашу планету через свою специализацию. Задача каждой души состоит в том, чтобы совершить этот процесс, понять, зачем вы сюда пришли, и начать действовать. За то время, пока она находится в человеческом теле. Творец создал нас, чтобы мы двигались дальше от точки создания, обучались, росли и сами развелись в подобии ему, а затем вернулись к источнику своего возникновения более совершенными существами. Одной из частей задачи является выход мышления за границы материального мира, за которым исследует переход на новый уровень сознания личности в физическом теле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова